Привет всем любителям велоспорта! Телеканал Евроспорт приглашает вас в Йоркшир, графство в Англии, где проходит тур Йоркшира. Довольно новая свежая велогонка в календаре, но сразу берущая с места в карьер, благодаря тому, что ее продюсирует как раз-таки знаменитая Амориспорс Организасьон, французская контора, проводящая тур де Франс. Один из самых влиятельных людей мирового велоспорта Кристиан Придом облюбовал Йоркшир еще два года назад, когда в Йоркшире стартовал тур де Франс, и это очень понравилось. Кристиану придумают то, как много народу было по дорогам Йоркшира. Ну и накануне у нас был спринтерский финиш после путешествий с Беверли в Сэттл. Очень была плотная борьба на финише между Диланом Гроневегином и Калибом Юэном. И Калиб Юэн все время был как бы блокирован Гроневегином, и в итоге Гроневегин взял этот этап. Ну и вместе с этим, естественно, гонщик команды Лотто Джамбо и становится лидером генеральной классификации. Получает он 10 секунд бонуса в генеральной классификации, естественно, и в очковой классификации. Он также лучший. В общем, все хорошо пока у Лотто Джамбо. Но что касается Калиба Юэна, он очень грустил, что вот его так прижимал все время, блокировал Гроневегин. И расстраивался, рассказывал после гонки, что он в том числе сам был неправ. Сегодня нас ждет этап из Отли в Донкастер на берега Батюшки Дона реки в Йоркшире. Небольшая река, такая же, с таким же названием, как и в России. Итак, сегодня этап 136 километров, коротенький, но, тем не менее, вот так вот может быть все очень-очень опасно, как мы сейчас видели. Проблемы были у Джошуа Эдмонсона, гонщика НФТО, одного из двух гонщиков НФО в отрыве на сегодняшнем втором этапе. Посмотрим, что здесь случилось. Да, едва не сошлись техничка НФТО с гонщиком, и все могло бы закончиться куда хуже, но, слава богу, обошлось. Итак, второй этап в прямом эфире второго телеканала Евроспорт. Для вас работают режиссер трансляции Лидия Каширина и комментатор Всеволод Соловьев. Вот гонщики отрыва, имена их на ваших экранах. Здесь отрадно, что Катюша также имеет своего гонщика в отрыве. Это датчанин Микаэль Морков. Кроме него в отрыве еще и Ричард Хендли из OneProCycling. Также Граффорд Льюис из Madison Genesis. Как я уже говорил, два гонщика НФТО, Эдмунд Брэдбери и Джошуа Эдмонсон, который вот все пытался починить свой велосипед на ходу и справиться вот с теми техническими проблемами, и едва это не закончилось для него плачевно. Ну и еще один представитель отрыва Стейн Стелс. Голландец, прошу прощения, бельгиец из Топспорт Фландерин, бельгийской дружины. Ну и вот сейчас у этой шестерки отрыв чуть более минуты составляет. Этап сегодня довольно простой в плане профиля. Есть три, правда, горных финиша промежуточных. Два из них уже состоялось. И были эти маленькие очки, так как две горочки второй категории сложности были забраны, естественно, гонщиками отрыва, но там не так много баллов разыгрывается. Все основное будет разыграно в этой горной классификации розовой майке. Завтра будет там шесть горок, в том числе и первой категории сложности, и довольно-таки внушительных даже по любым меркам. Все-таки Йоркшир – это графство, где самые высокие горы в Англии, если говорить именно об Англии, а не о Великобритании. Ну и вообще там вполне будут серьезные градиенты, пусть и не на гигантские какие-то расстояния, но тем не менее даже вот если километр приходится с уклоном по 12% проходить, это уже весьма существенно бьет по ногам. Вы видите Димона Грэнвегина в голубой майке лидера общего зачета. Благодаря тем 10 секундам он сейчас опережает, соответственно, Калиба Юэна. Ну, Калиб Юэн тоже получил призовые секунды, поэтому Юэн уступает 4 секунды в общем зачете. Ну, а финиширующий третьим Николас Арнд занимает третье место. Таким образом, сейчас розовая майка, зеленая майка лучшего спринтера также принадлежала по идее Димону Грэнвегину, но по наследству она перешла к Калибу Юэну. Розовая майка лучшего горного гонщика пока еще на плечах Петера Уильямса, однако, скорее всего, так как сегодня мы его в отрыве не видели, ему придется с ней расстаться. Впрочем, у него в запасе еще была и серая майка лучшего, самого активного гонщика этапа. Впрочем, опять же, так как у него сегодня розовая майка, то вот эта серая майка наиболее активного гонщика переместилась на плечи Йенса Веллэйса. Ну и что касается еще одной майки, которая разыгрывалась накануне, то в темно-синей майке лучшего британского гонщика располагается Кристофер Лоулес, представитель команды GLT Condor. В общем, первый этап прошел. Прошел в таком довольно вялом режиме, в том плане, что было довольно-таки прохладно, прямо скажем, скользко. Ну и вообще все закончилось на первом же километре для некоторых гонщиков, в том числе и представителя Катюши Свена Эрика Бюстрема, который вот буквально через 500 метров или чуть больше после старта попал в завал. Причем он-то перелетел через руль и лицом приземлился на асфальт или там даже не асфальт был. Вот там проблема была в том, что решетка от, соответственно, скота, от того, чтобы не переходили коровы и овцы дорогу в тех местах. И вот как раз на этой решетке все и случилось. Очень так неудачно несколько гонщиков завалились. Ну и больше всех, наверное, пострадал Свен Эрик Бюстрем. Он уже успел еще в тот момент, когда вчера соревновались гонщики, выложить в Твиттере фотографию, селфи своего лица. И, конечно, смотреть на него было больно. Много кожи содрано, синяки и под глазами, вернее, под правой стороной лица, и под правым глазом, и под бородок. В общем, все не слишком приятно сложилось. Но и учитывая то, что было мокро, холодно, как, впрочем, и сегодня, вы видите, что сейчас, несмотря на то, что самый, что ни на есть день в Великобритании, тем не менее, почти все используют и рукава Arm Wormers, многие даже и не брезгуют еще и чулками, leg warmers, так называемыми. Ну, правда, в отрыве, конечно, работать приходится более резво ногами, и, естественно, тут мы никаких дополнительных аксессуаров, велоодежды не видим, так как работать ребятам приходится с постоянной такой честной вертушкой, но и пока у них все удачно складывается. Но, впрочем, впереди еще 87,5 километров. Напомню, что этап сегодня короткий, 136 километров. По меркам многодневок это вообще, что называется, ни о чем. Ну и, собственно говоря, сегодня по этой же, абсолютно этой же трассе из Отли в Донкастер уже успели посоревноваться женщины совсем-совсем недавно, пару часов назад буквально, даже, может быть, меньше был финиш. И победительницей здесь стала голландка Кирстен Уилт. Ну, это стало большим разочарованием для британской публики. Дело в том, что Отли, откуда как раз и отправилась на дистанцию гонщики и гонщицы, сегодня является родиной и местом жительства действующей чемпионки мира Лиззи Армидстед. И она также рассчитывала здесь как-то при поддержке родных трибун отметить победу, но в итоге, хоть и пыталась за несколько метров до финиша как-то сделать решающие движения, в итоге ничего не получилось. И ближе к финишу уже бросила борьбу Лиззи Армидстед, финишировала на 26-й. Ну и в итоге победа досталась голландке Кирстен Уилт. Поговорим об этом попозже. Пока небольшая пауза. И мы вновь приглашаем вас на переполненные улицы, точнее говоря, дороги Йоркшира, графства в Англии, где сейчас идет второй этап тура Йоркшира. Уже погода улучшилась, распогодилась, вылезло солнышко. Ну и вместе с ним, учитывая еще и выходной день, конечно, вышли на улицы те самые зрители, которыми прославился Йоркшир два года назад во время старта Grand Depart Tour de France. Более 4 миллионов зрителей тогда высыпало на улицы Йоркшира на первом этапе Tour de France. И в голове у Кристиана Придома, главы директора Amore Sports Organization, щелкнуло, что пора бы капитализироваться, пора бы проводить экспансию, как и в любом бизнесе, конечно, всегда важно экспансию за пределы основного места работы проводить. Ну и учитывая, что у Amore Sports Organization за счет Tour de France, конечно, очень накоплен огромный опыт и великолепные, конечно, возможности есть, сразу на довольно высоком уровне стали проводить. Ну, что говорить об Amore Sports Organization, о Кристиане Придоме, если, как знаете, в том анекдоте про Брежнева, когда, говорю, не знаю, кто там в машине едет, но за водителя у него сам Брежнев. Так вот, также у Кристиана Придома за пиарщика сам Бернар Рено, пятикратный победитель Tour de France. В общем, организация эта действительно мощная, одна из самых влиятельных в мировом велоспорте. И за счет этого, наверное, вот сейчас, в том числе, за счет имени и влияния Кристиана Придома, мы смотрим в прямом эфире как раз-таки тур Йоркшира, а, например, не тур Романди, который тоже сейчас проходит. Сегодня у вас уже была возможность посмотреть и предпоследний седьмой этап тура Турции, завершившийся триумфом. Уже вторым итальянца Саши Модоле из Лямпре. Там мы отмечаем, накануне мы уже говорили о том, что проблемы были у Свена Эрика Бюстрима, гонщика Катюши. И сейчас Тиаго Мачадо также отправляется на асфальт. Уже он на обочине, здесь вот в болотистых почвах Йоркшира лежит. И такое ощущение, что с ногой не все хорошо. Ну, не знаю, может быть, здесь что у него случилось. Посмотрим, может быть, ему удастся все-таки вернуться в седло и также подобраться обратно к пилотону, который сейчас, может быть, не будет разгоняться очень быстро. В общем, желаем гонщику Катюши, португальцу Тиаго Мачада, скорейшего восстановления. Как, впрочем, того же мы и желаем накануне вынужденному сойти Свену Эрику Бюстрому. Вообще, вчерашний день довольно-таки серьезный урон нанес пилотону. И главная, конечно, потеря – это сход самого титулованного гонщика Сэра Брэдли Уиггинса. У него своя команда, Тим Уиггинс. И в итоге, посмотрев так на ситуацию, складывающуюся в гонке, когда вот несколько гонщиков попали в завал на первых же, не то что километрах, в первых сотнях метрах дистанции, сэр Брэдли Уиггинс посмотрел на все это, увидел, что холодно, мокро, скользко, что называется, почесал затылок и решил, что он не может позволить себе рисковать, брать много рисков на себя, учитывая, что это сезон олимпийский и олимпийский чемпион сейчас готовится к играм в Рио-де-Жанейро совсем-совсем скоро, уже менее полугода осталось, несколько месяцев до олимпийских игр. И так как Брэдли Уиггинс все-таки просчитывает олимпийские титулы, а может быть и не один, подсобрать в Рио-де-Жанейро, и таким образом вполне вероятно закончить свою карьеру, в итоге Брэдли Уиггинс решил, что убиваться здесь на туре Йоркшира ему не стоит. Это большое разочарование для местной публики. Конечно, они смотрят на, в первую очередь, своих кумиров. Велоспорт набрал невероятную популярность как раз-таки благодаря успехам Брэдли Уиггинса и на треке изначально, и потом в разделках на шоссе, и затем уже и на Тур-де-Франс, также успехам Криса Фрума на Тур-де-Франс, и вообще команды Sky. Ну и, конечно, толчком для всего этого стали Олимпийские игры в Лондоне, три, вернее, уже почти четыре года назад. И, соответственно, на такие имена и идут вот те самые миллионы болельщиков, зрителей, которые в основном, когда дорога проходит по дорогам селений, городков, здесь выходят на трассу. Вы видите, что нам показывают тех, кто накануне отмечался. Сейчас зеленая майка спринтера лучшего у Калиба Юэна. Хоть он таковым и не является, потому что Дилан Грюновегин является лучшим. Но, в общем, на зеленую майку фантазии другую майку придумать у организаторов не хватило, и это, в принципе, типично. Обычно, если за майку генеральной классификации как-то придумывают что-то новое, оригинальное, и, собственно говоря, и здесь тоже мы видим, что майка основного зачета такая голубая, допустим, не желтая, как у Амари Спорс Организацион. Но вот спринтеры едут в зеленом, и Калиб Юэн постарается эту майку отстоять вот здесь, в Донкастере. Совсем скоро нас ждет здесь финиш, но пока нужно немного подождать, а значит, самое время передохнуть. Но никуда не уходите, мы скоро вернемся. Тур Йоркшира из Отли в Донкастер, городка, известного тем, что это родина Лизи Амстед на берега Дона, ну и также родину скачек, не то что родину, но известный городок своими скачками, и, конечно, локомотивами, паровозами. Знаменитый летучий шотландец был в Донкастере произведен. В общем, много еще интересного предстоит гонщикам увидеть здесь. Вообще, Йоркшир – это место весьма и весьма популярное с точки зрения туризма. Сюда приезжают больше всего туристов, кроме, как, если говорить о Лондоне и Эдинбурге, если говорить о всей Великобритании, третьей популярности город – это как раз-таки Йорк. Йорк, конечно, еще и известен своей едой, йоркширским пудингом знаменитым, хотя на пудинг, в нашем понимании, он никоим образом не похож, является таким обычным блюдом. Но это типично для британской кухни. То же самое можно сказать и о знаменитом пастушьем пироге, который пирогом тоже никоим образом не является. В общем, будете в Йоркшире, заходите, в том числе и вот в те места, по которым сегодня проезжают гонщики, фактически, по сути, сегодня едут из западного Йоркшира в южный. Дело в том, что историческое графство Йоркшира уже давно разделено на три райдинга, так называемых западный, южный и северный. Ну и вот, если накануне ехали из Беверлифсетта фактически прямиком с запада на восток, и рядом с Йорком, главным городом, графство проезжали, то сегодня дорога идет с запада на юг, и фактически, по сути своей, проходит по объездным дорогам Лидса и Шеффилда, крупных городов, важных центров промышленной революции. Здесь ковалась в том числе и индустриальная слава Великобритании. Ну и вот эти города, и, конечно, приходится объезжать, так как по таким большим городам особо на велосипедах не покатаешься, но зато вот по таким маленьким городкам вокруг можно проехать с большим удовольствием, что, собственно говоря, и делают здесь сейчас тысячи любителей велоспорта. Вот в Великобритании, как, собственно говоря, и в другой англоязычной стране США, популярность велоспорта пришла буквально несколько в течение последнего десятилетия, полутора, другим немного путем, не за счет спорта высших достижений в первую очередь, а за счет массовости. И будьте спокойны, будьте уверены, что вот, наверное, большая часть из этих зрителей, которые сейчас приветствуют зрителей по обочинам, она катается на велосипедах в свободное время, и не просто вот в качестве транспорта, но вполне в спортивном таком режиме, не обязательно участвовать в соревнованиях, но, тем не менее, относясь серьезно и к экипировке, и покупая самые последние модели шоссейных велосипедов, ну и маутинбайков, также вообще Йоркшир действительно место благодатное в этом плане для велоспорта, и, собственно говоря, вот сегодня организаторы также всячески продвигают велоспорт. Впереди пилотона едет караван, которым едут знаменитые, в том числе и британские гонщики, первые победители британцы этапов Tour de France, кто только там не едет, раздают велосипеды нуждающимся детям, также различные парады проводят. И, кстати говоря, здесь вот в Донкастере также сегодня проходит и детский велопарад, здесь вот мы уже и видели, вернее, я говорил об этом, но в эфир это не попало, прошла женская гонка, в которой победительницей, правда, к сожалению местной публике стала голландка Кирстен Вилд, лучшей из британок стала Люси Гарнер, которая финишировала второй, уступила где-то вот длину велосипеда, но она также была довольна своим выступлением, тем, что она еще и получила призы, как лучшая молодая гонщица, как лучшая британка, здесь, как я уже говорил, британских гонщиков отмечают, ну и зрителей очень много, вы видите, все они приветствуют, в том числе и международную аудиторию, которая сейчас вот вынуждена прочувствовать атмосферу Донкастера, так как пока не удается нам наладить картинку с вертолетов и с мотоциклов. Сделаем небольшую паузу, но очень скоро вернемся. Тур Йоркшира продолжается, второй этап, однако, к сожалению, у нас по-прежнему нет картинки, новая гонка, лишь второй год проводится, второй этап сегодня и проблемы с картинкой, как с вертолетов, так и с мотоциклов, нету передачи сигнала, и такое ощущение, что для того, чтобы не показывать все время лишь статичную картинку финиша, мы вынуждены уйти пока со второго этапа тура Йоркшира, если картинка появится, может быть, мы все-таки вернемся в Йоркшир, и по крайней мере, если так не будет, то будет повтор гонки, возможно, попозже. Ну, а сейчас у нас мы перемещаемся в Португалию, гран-при Эштарио, теннисный турнир, матч между испанцем Пабло Карене Буста и французом Бенуа Апером. Сейчас удастся вам посмотреть в прямом эфире, ну, а будем надеяться, что все-таки тур Йоркшира, любители велоспорта смогут посмотреть как второй этап, так и третий этап. Напомню, что завтра заключительный этап тура Йоркшира из Миддлсбро, родины капитана Джеймса Кута до Скарборо. Ну, а пока я с вами прощаюсь. Смотрите велоспорт и катайтесь на великах. КОНЕЦ И вновь приветствуем любителей велоспорта. Все-таки многострадальный тур Йоркшира добирается до эфира. Второй этап. Все время испытывал проблемы с картинкой. И вот лишь за 18 километров до финиша нам удалось восстановить связь со спутниками, с вертолетами, с мотоциклами. Ну, как говорится, широко шагнешь, штаны порвешь. Вот, похоже, в подобной ситуации оказался Кристиан Придом, глава Амари Спортс Организацион, проводящий и Тур де Франции, вот с прошлого года проводящий в Йоркшире этот тур. Захотели показать по 4, по 3 часа прямых трансляций практически полностью гонки вот этого тура Йоркшира. Гонки второй категории, но набирающие и вполне серьезные составы, и популярность. Но, к сожалению, не все оказалось подготовлено стопроцентно. Тем не менее, за лучшими моментами гонки мы посмотрим. Вы видели начало, ну, собственно говоря, в отрыв, когда уехали практически в самом начале шестеро гонщиков, в том числе и Даниэль Марков из «Катюши». Ну и стоит отметить Ричарда Хэндли из «One Pro Cycling». Именно Ричард Хэндли собрал все горные промежуточные очки. Было три горы второй категории сложности. И таким образом вот он уже является обладателем виртуальной розовой майки лучшего горняка этого тура. Отмечу, что завтра на третьем этапе из Миддлсбро в Скарборо будет много гор. Шесть подъемов и парочка из них с весьма серьезным градиентом по 12%. Да и одна затяжная 5-километровая гора около 5%. Там, в принципе, конечно, это нельзя назвать какой-то супергорой по меркам того же Тур-де-Франс. Но, тем не менее, будет интересно. Томми Симпсон сейчас на ваших экранах внизу знаменитый гонщик, который надевал и желтую майку лидера. И, собственно говоря, закончилась его жизнь как раз-таки в прямом эфире на Тур-де-Франс. Сейчас, к сожалению, у него случился коллапс. Ну и вот в итоге вы видите тот самый момент, когда Симпсона пытались оказать помощь. Он говорил, только посадите меня на велосипед. Это действительно один из первых гонщиков, кто надевал вообще желтую майку лидера Тур-де-Франс. И, конечно, британцы отдают ему дань, действительно помнят его. Ну, я уже говорил, что здесь многие британские гонщики прошлого едут в караване впереди пелотона и останавливаются. Раздают и автографы, и, что называется, печеньки, и даже велосипеды. И, действительно, очень серьезное внимание этому Туру. И, учитывая его, так сказать, наследство от Amore Sports Organization, от организаторов Тур-де-Франс, здесь, конечно, очень много различных есть ресурсов для того, чтобы эту гонку сразу вывести на высокий уровень. И в плане состава участников, и в плане, конечно, внимания, в том числе и медиа. И, конечно, вот этих зрителей, которые сейчас выстраиваются везде, везде по улочкам еще пока не финишного городка в Донкастере. Это пока еще Бо-3. Но совсем-совсем скоро группа приедет к уже финишному городку Донкастеру, месту на берегах реки Дон, где, как я уже говорил, место известно и своими скачками. Также здесь был построен знаменитый паровоз, локомотив «Летучий шотландец». Ну и, собственно говоря, здесь даже единственное место в Англии, где есть белые медведи. Именно туда сейчас отправляются основная группа. Вы видите, что сейчас вперед уже Орика Гринедж пытается взять контроль над пилотоном, так как до финиша остается 14,5 километров, даже чуть-чуть меньше. Отрыв начинает действительно таять, как мороженое. 12 секунд сейчас этот отрыв. И, в принципе, можно уже сказать, что отрыв обречен. Присмотритесь. Этот маршрут станет полем битвы. Нибали возвращается, чтобы командовать атаками. Спринтеры и раздельщики будут штурмовать Нидерланды и Тоскан. А горняки возьмут под контроль доломиты. Жестокая гонка. Вплоть до финальных сражений в Альпах. С пятницы на Евроспорт 1. Джиру де Италия. Только для смелых. Итак, мы под голубым небом Йоркшира. И пилотон во время второго этапа тура Йоркшира уже вовсю стремится вдоль берегов реки Дон, к Донкастеру, где будет финиш. Последние пять километров будут попроще, чем накануне. Не будет такого резкого поворота, как вот было за два километра до финиша. Но, тем не менее, за 750 примерно метров до финиша будет такое круговое движение, которое, соответственно, будет не просто пройти на высоких скоростях, а скорости ожидаются самые серьезные. Потому что, ну, я думаю, уже очевидно, что не сумеет вот эта четверка, в том числе и здесь Даниль Марков из «Катюши», не сумеет усидеть в отрыве, потому что, ну, против лома, пилотона нет приема. И сейчас мы видим, как Орико Грин Эдж очень серьезно работает впереди, ликвидируя этот отрыв и раскатывая, конечно же, Калеба Юэна. Он, наверное, рассчитывает на, наверное, такой реванш у Дилана Гройневегена после вчерашнего поражения, которое было такое, не слишком честное, можно сказать, во всяком случае, чуть-чуть подзаблокировал Юэна Дилан Гройневеген, но, тем не менее, вот так вот болтаясь по полотну асфальта справа налево, он сумел отстоять первую позицию. Ну, и сейчас Калеб Юэн попытается, в том числе и с помощью своих товарищей по команде, очень хорошо там работает сейчас и Кинг Лок Чунг, гонщик из Гонконга, ну и, конечно же, Адам Йейтс также силен, несмотря на все слухи и проблемы, которые сейчас его семью окружают, точнее говоря, конечно, его брата. В общем, сейчас Орика Гринедж сейчас пытается подтянуться поближе, но, посмотрите, здесь мы видим еще и гонщиков и с правой стороны из Тоспорт Франдлерен, в принципе, у них, наверное, есть на кого рассчитывать здесь, хотя у них долгое время в отрыве был Стейн Стейлс, племянник знаменитого Стейлса, но и, в принципе, посмотрим, как там сейчас. Ну да, очевидно, что отрыв уже начинает все заканчиваться, пусть там и как-то последние силы пытаются выжать из себя гонщики отрыва, однако ничего хорошего из этого не выйдет. Все понятно. Здесь еще мы видим, что подтягиваются и гонщики Скай, и у них задача, конечно, попытаться вывести на ударную позицию Дэнни Ван Поппеля, ну и вообще надо защищать прошлогоднюю победу. Напомню, что в общем зачете в прошлом году выиграл Ларс Петер Норхаук, и сейчас, ну, в принципе, у него есть какие-то шансы. В плане генеральной классификации все будет решаться завтра, слишком много будет подъемов для того, чтобы чистые спринтеры сумели усидеть, хотя, чем черт не шути, тот же вот Дилан Гройновегин или Даня Ван Поппель или Кали Пьюин, который вот сейчас, наверное, очень так настроен на то, чтобы взять реванш, все они могут сегодня, по итогам сегодняшнего этапа, как-то вот упрочить свое лидерство, но там, конечно, это лидерство будет исчисляться там десяткам, полутора десяткам секунд, и это, конечно, недостаточно. Пока еще не добрались до финиша, и до финиша остается 10 километров, можно сказать о том, что завершился этап тура Романдии, и победителем стал Крис Фрум. Крис Фрум, который провалился на втором, по-моему, этапе, и проигрывал генеральную классификацию 17 минут, сумел атаковать вовремя, к нему еще и присел Ти-Джей Ван Гардерен, и в итоге получилось так, что Фрум выиграл, но так как Ти-Джей Ван Гардерен был не так далеко в генеральной классификации, то, конечно, вынужден был отвечать и Нари Кентано, и, конечно же, Тибо, ну и вместе с ними и Ильнур Закарин. Но, к сожалению, Ильнур Закарин финишировал на этом этапе четвертым, и таким же он стал и в генеральной классификации, четвертое место, и это, конечно, обидно. Но Нари Кентано, по сути, выигрывает тур Романдии. У нас же на повестке тур Йоркшира пока небольшая пауза. Итак, последние 10 километров второго этапа тура Йоркшира. Здесь, на землях Йоркшира, много интересного происходило еще тысячу лет назад. Здесь, собственно говоря, сначала до знаменитой, за несколько месяцев до знаменитой битвы при Гастингсе, где сначала англичанам Гаральду Второму приходилось сражаться с норвежской экспансией, с Харальдом Суровым, ну и в итоге Харальда Сурового-то он победил, а в итоге через несколько месяцев уже обескровленный проиграл Вильгельму-завоевателю. Вот оно, нормандское завоевание Англии. И посмотрим, что здесь в Йоркшире получит тот же Кристиан Придом. Станет ли он Вильгельмом-завоевателем, Кристианом-заволевателем или Кристианом Суровым, который здесь потеряет. Но, конечно, важнее здесь то, как себя будут чувствовать гонщики. И последние восемь с половиной километров до финиша. Все уже близко к Донкастеру. И сейчас очень интересно посмотреть на положение здесь команд, как кто себя чувствует. Мы видим, что и Лотто Джамбо также подтягивается. Безусловно, Дилан Гранвеген сейчас надеется на то, что он сумеет повторить вчерашний успех. Но кто тут еще опасен? Конечно, Калиб Юин. Я говорил о том, что сейчас Калиб Юин обладатель зеленой майки. Хотя, по факту, он является вторым в зачете лучшего спринтера. Но вот здесь мы смотрим на него в зеленой майке. А также, конечно, на Даню Ван Поппеля из Sky. Дилан Гранвеген в голубой майке. Все они подтягиваются сейчас поближе к первой части пелотона, к голове пелотона. И сейчас вот мы проезжаем по окрестностям Шеффилда. И рядом здесь совсем рядом аэропорт. Ну, а значит, здесь, наверное, могут быть и ветра. Но погода сегодня, судя по всему, благоприятствует ближе к финишу. И сейчас близится уже завершение этого этапа. И начинается вытягиваться в струну пелотон. Сейчас кто тут еще может претендовать на места повыше из OneProCycling? Наверное, Мартин Белоблотский. Ну, мы видели, что тот же Ричард Хендли здесь собрал уже неплохо очков в горной классификации. Но из тех, кто может претендовать на высокие места, конечно, это Никлас Арнт из Giant LBC. Он накануне был третьим. Ну, и, возможно, возможно, еще стоит обратить внимание на того же Кристофера Лоулеса, который сейчас едет в темно-синей майке лучшего британского гонщика. Неплохо он смотрелся накануне в финише. Хотя не сумел ничего, конечно, противоставить натиску Гроневегина и Юйна. И сейчас BMC выходит на фактически первые позиции. Рик Цабель, сын знаменитого многократного обладателя зеленой майки. Это основное орудие BMC, наверное, на сегодняшнем финише. И сейчас уже остается лишь 6,5 километров. И здесь вот эта дорожная фурнитура, причем еще и немного скользкий все-таки асфальт, она создает здесь много проблем для гонщиков. Плюс еще и вы видите, что здесь кто-то стоит, зрители, большими толпами. И сейчас немного неправильно проходят трассу. Надо было с левой стороны проходить по роутбуку этот раунд-дебаут, это круговое движение. Но мы видим, что здесь уже начинается действительно самое настоящее броуновское движение. Здесь подтягивается и Dimension Data команда Кевиндиша. Ну, здесь у них, конечно, не Кевиндиш претендует на какие-то серьезные результаты. Марк Крэншу, конечно, силен, но не знаю, насколько он сейчас готов финишировать. Он разгонял самого Кевиндиша. Здесь, конечно, и Бернард Айзель, но сумеют ли они что-либо здесь показать? Серж Паулс также, наверное, хорош из тех, кто представляет Dimension Data. И сейчас мы видим зеленую майку Юэна. Здесь Орика Гринедж уверенно себя чувствует, но атаку здесь пытается сейчас провести и все-таки Dimension Data обойти их. Но все растянулись, и мы видим сейчас и в помощь Дэнни Ван Поппелю. У него седьмой номер. Вот он как раз сидит четвертым колесом за своей командой. И посмотрите, опять здесь развалился вот этот немножко поезд. И, по-моему, как раз Ван Поппель уехал влево. Но у Sky есть еще там несколько гонщиков впереди. В общем, целый полноценный поезд. Еще и Coffee Diss подтягивается туда с BMC вместе. Ну а Кали Бьюин сейчас в идеальной позиции. Австралийский спринтер, который накануне остался неудел, сейчас готов атаковать. На четвертой позиции именно он располагается. Его сейчас хорошо разгоняют его товарищи по команде. Но Dimension Data также пытается не сдаваться. Во всяком случае, вот этому спринтерскому поезду Орике они какую-то конкуренцию создают. Четыре километра до финиша. Сейчас, в принципе, все будет ровно прямо, за исключением кругового движения за 750 метров до финиша. Если бы не было этого кругового движения, в принципе, было бы очевидно, что у Орике идеальная позиция, у Кали Баюина. Но сейчас не факт, что все под контролем у Орике. Посмотрите, Sky по левому краю пытается сейчас потянуть Дэнни Ван Попеля поближе. Нет, не по левому, в итоге с двух сторон проходит сейчас Sky. И в итоге надо смотреть, где там именно Ван Попеля. У него седьмой номер. И такое ощущение, что он все-таки справа. И посмотрите, потихоньку перехватывает инициативу. Перехватывает инициативу гонщики Sky. Здесь еще и Питер Кенов вместе со своими товарищами по команде разгоняет. Сейчас отрабатывает свою эсмину Николас Рош. И все становится плотно. Ну что, Орика потеряла свою позицию или они все-таки пытаются контратаковать? Вот сейчас Sky немножко ослабил схватку. И здесь начинаются толкаться уже прямо локтями гонщики Орики и Sky. Интересный, невероятный финиш. Очень такая плотная борьба. Нет ни одной из команд серьезного преимущества. Сейчас, посмотрите, Орика начинает проваливаться уже в середину группы. А до финиша-то 2,5 километра. И лот Джамбо также подтягивается. Дилан Гроневеген готов занести нож в решающий момент. Напомню, что это второй этап тура Йоркшира. Всего три этапа. И сейчас как раз-таки голубая майка лидера находится на плечах у Дилана Гроневегена. Где же Орика? Орика Гринедж потерялась. И потерялась там же как раз-таки зеленая майка Калиба Юэна. Команда Дженезис также подбирается здесь поближе. Мэдисон Дженезис. Там у них есть и Груфорд Льюис. Посмотрим, как тут сейчас и BMC также подтягивается поближе. Флорис Герц там сейчас отрабатывает свою смену для того, чтобы Рика Цабеля вывести на позицию получше. Да, ситуация меняется постоянно, как в калейдоскопе. Нет действительно преимущества какой-либо из команд. Сейчас, похоже, начинают подкатывать уже Никласа Арнта поближе. Но здесь уже самая натуральная борьба идет, как на трековом полотне. Плечами друг друга отталкивают гонщики. И, в общем-то, за полтора километра до финиша нет у какой-либо команды серьезного преимущества. Да, финиш обещает быть очень интересным. И сейчас Лотто Джамбо таки перехватывает инициативу. И остается один километр до финиша. Посмотрим, какой еще будет общая средняя скорость. Женщины преодолели абсолютно такую же дистанцию за 3 часа 15 минут. Средняя скорость была выше 40 километров в час. Быстрее, чем вчера. Мужчины прошли свой этап. Хотя вчера было, конечно, побольше. Расстояние. Но сейчас скорости будут зашкаливать. Лотто Джамбо сейчас отрабатывает свою смену. И уже выкатывает голубую майку Дивана Гроновегена. У него, казалось бы, идеальная позиция. Но посмотрите, Орик Агренедж также ожила. И там вот Кали Бьюин сейчас. Но он теряет колесо своего товарища по команде. И там Скай его оттесняет. И в итоге сейчас Кали Бьюин опять потерял ситуацию из-под контроля. По-моему, ему уже не удастся вернуться в голову Белатона. Итак, разборка идет между Диланом Гроновегеном. Там выскакивает и Даня Иван Попель. И еще его выкатил. Как раз рожьи позиции. Сейчас борьба. Втроем, по-моему, вместе пересекают финишную черту. И Даня Иван Попель, и Дилан Гроновеген. И Никлас Арнт. Средняя скорость 44 км в час. Но кто выиграл? Кто же проскочил там? Сумел ли вырезать финиш Даня Иван Попель? Или все-таки Дилан Гроновеген делает дубль? Здесь совершенно непонятно. Но дождемся результата фотофиниша. Здесь никто из гонщиков не вскинул. Руки победны, по-моему, потому что уверенности не было ни в чем. Здесь только лишь проявление пленки фотофиниша даст какой-то ответ. Нам показывает Дилан Гроновеген. А значит ли это, что он выиграл? Я бы не торопился. И вот картинка фотофиниша. Да, но в общем-то выглядит один к одному. Не знаю. Ну да, судя по всему, какие-то сантиметры преимущества Дэнни Ван Попеля. Голландского гонщика команды Sky. Посмотрим повтор. Сверху, может быть, будет видно лучше. Вот сейчас Лото Джамбо отдает свою смену. И таким образом помешал немного Калибу Юйну. Юйна здесь оттесняет каждый второй. Сзади там пытается Sky разогнать Ван Попеля. Но в итоге Ван Попель уходит слева без своего разгоняющего. И начинает выскакивать из-за колеса Дилана Гроновегена. И здесь Никласа Арнта, судя по всему. И вот она борьба. Нет, Попель все-таки имеет преимущество. Сверху это выглядит довольно очевидно. И так, да, Иван Попель выигрывает. И это, по-моему, его первая победа в этом сезоне. Вот это финиш на втором этапе тура Йоркшира. Вот это именно то, что и ждали зрители. Ван Попель с Гроновегеном устроили настоящую битву. И она завершается победой Ван Попеля. Но голландцы рулят на этом туре. Хотя, конечно, британская команда выигрывает Sky. Это хороший день для Sky сегодня. Кроме Иван Попеля, сегодня выиграл и Крис Фрум на туре Романдии. Ну, а Гроновеген и Арнт опять в тройке. Сильнейших. Это значит, что Гроновеген должен будет сохранить голубую майку лидера общего зачета тура Йоркшира. Ну, а, наверное, Арнт, может быть, будет претендовать на второе место. Может быть, Иван Попель его обойдет. Надо там заниматься расчетами всех этих призовых бонусных секунд. 10 секунд полагаются за победу на этапе. Ну, и дальше по обыванию. 8-6. В общем, там очевидно, что Гроновеген будет первым. Ну, а дальше, кто здесь у нас сегодня в десятке? Второй финиширует, значит, Гроновеген третий Арн. Рик Цабель в итоге седьмой. Не сумели его развести гонщики BMC. BMC, хотя в какой-то момент перехватили они инициативу у Орики Гринедж. А, кстати говоря, мы не видим в десятке калиба Юэна. Вот он еще здесь претендует на что-то, но действительно его каждый второй оттесняет. Сначала пока еще он пытается здесь усидеть на колесе у своего товарища. И вот в этот момент его оттесняет кто-то из Скай. И это не Дэнни Ван Поппель, который проходит здесь с другой стороны. И сейчас вот мы видим, что Ван Поппель-то притормозил и не потерял скорости. И пошел с левой стороны, уже плюнув на своего разгоняющего. А Юэн потерялся там совсем. И Ван Поппель сверху, да, видно точно, не потерял скорости. То есть, в принципе, он уже был лишен своего разгоняющего. Он уже не пользовался колесом, идущего перед ним, получается, Арнта. И сумел проскочить. Проскочить, взять победу здесь на втором этапе тура. Да. Но здесь вот мы видим, да, это был, конечно, не Арнт. Арнт прошел правее, и Арнт очень недоволен своим, судя по всему, третьим местом. Вновь, как и накануне, Никлас Арнт берет бронзу. Однако, какой-то серьезной конкуренции он предоставить Дилану Гроновегину и Дэнни Ван Поппелю не сумел. Вот так вот закончился второй этап тура Йоркшира здесь, в Донкастере. И это хорошая победа для Sky. Вот так вот с запада на юг Йоркшира проехали участники этого этапа. Ну, а завтра нас ждет третий заключительный этап из Миддлсбро, родины капитана Джеймса Кука. Ну, и вот аборигены здесь не съели, а, так сказать, породили Джеймса. Ну, и это место, конечно, знаменито исследованиями. Ну, а также и, между прочим, мостами. Тот же Сиднейский мост был здесь построен. Но надо дать слово сегодняшнему победителю. Он попал уже под дождь, так как погода не лучшая. Но Дэнни Ван Поппель берет здесь победу. Итак, ему слово. Очень плотный финиш с Дионом Гроновегином. Как прошли последние метры? Ну что, мы были очень мотивированы. И хорошую работу провели. Очень сложно было, так как был дождь. Ну, и команда сделала великолепную работу, чтобы подвести меня поближе к финишу на последних метрах. Все было очень плотно. И я знал, что я должен выиграть. Ну, и последние минуты были, конечно, сложные, как и, собственно говоря, после финиша, когда нужно было дождаться фотофиниша. Ну что, Калиб Юин был рядом, и все ждали противостояния Юина и Гроновегина, но от тебя не ждали хороших выступлений именно здесь. Ну, да, я долгое время пропустил в этом сезоне из-за травмы, и было тяжело, но, похоже, я вернулся. Ну что, победа значит много для тебя, для команды. Да, действительно, это моя первая победа в этой команде, и для меня это значит очень многое. Ну что ж, действительно здорово выступил, несмотря на то, что травма беспокоила Дэнни Ван Поппеля, и он возвращается на вершину, уже в форме Sky, и мы видим, что вот как выглядит положение в генеральной классификации. И Дилан Гроновегин сохраняет лидерство, Ван Поппель второй со вставанием 6 секунд, ну а Николас Арт, дважды бывший третьим на первых двух этапах, он и третий в общем зачете. Центр Донкастера, Энфилд Хаус, конечно, здесь весьма-весьма приятно провести время. В любую погоду, даже если идет дождь, и вот радуга освещает этот город. Вот вы видите положение в общем зачете. Калип Юин сползает на четвертую позицию, Стейн Стейлс поднимается, между прочим, на шестую. Томас Феклер также в десяточке, и это, кстати говоря, заявка на то, чтобы, может быть, даже и выиграть. Мы видели, что накануне Феклер чувствовал себя неплохо и готов был атаковать, а значит и может что-то показать завтра, в том числе и на горах. Нас ждет этап из Мидлсбро до Скарборо. Ну и на этом мы прощаемся с вами на сегодня. Для вас работали режиссер трансляции Лидия Коширина и комментатор Всеволод Соловьев. Всего доброго. Смотрите «Велоспорт».